Когда в столице был зафиксирован первый случай коронавируса, то столичные власти среагировали моментально. В частности, когда правительством был введен режим чрезвычайной ситуации в стране, из-за чего многие предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность, то столичные власти подготовили пакет экономических мер для помощи малому бизнесу. Прежде всего, все наши партнеры, которые так или иначе используют городские помещения, а это очень разная деятельность, это и продажа, и обслуживание, и питание, и спортивная деятельность, и культурная деятельность получат на три месяца освобождение от арендной платы. Более того, Таллин пошел дальше. В период карантина родители, чьи дети ходили в детский сад, были освобождены от уплаты за место в нем. После введения дистанционной формы обучения во всех образовательных учреждениях, именно столичные власти позаботились о том, чтобы в этот период все школьники смогли бы получить бесплатное школьное питание. Мы не могли пройти мимо такой проблемы, как горячие обеды. Поскольку у нас есть достаточно большое количество учеников, для которых горячий обед в школе – это, по сути дела, единственное горячее питание в течение дня. И поэтому мы разработали определенный процесс, который подразумевает, что такие школьники, которые действительно в этом нуждаются, могли бы получать этот горячий обед в школе. Между тем приближался праздник Дня Победы. Многие стали говорить о том, что из-за большого скопления людей на военном кладбище в этот день количество больных коронавирусом может только увеличиться именно среди пожилых. Помогло то, что стартовала акция «Я помню, я помогаю», призывающая отпраздновать этот праздник именно дома, временно отложив возложение цветов к бронзовому солдату. Впрочем, цветы все же были у памятника. Благодаря фонду «Благовест» люди переводили пожертвования ветеранам, прикованным к постели или находящимся в домах для престарелых. Из каждого пожертвования была приобретена еще и гвоздика, которую доставили к памятнику. Так что, хотя людей в этот раз у памятника было немного, без цветов солдат не остался. После того, как мы победим наш коронавирус, мы обязательно соберемся. И кто желает, мы можем поехать туда и возложить венки в память погибших всех тех, кто отдал жизнь за нас. Ну а уже осенью снова пришлось прибегнуть к профилактическим мерам. Таким, как правило, 2 плюс 2 дистанции ношения маски. Последняя носила настоятельно рекомендательный характер. Хотя в Таллине говорили еще с начала осени, что, может быть, в закрытых помещениях нужно было бы носить маску в обязательном порядке. Правительство так и решило. Только позже. Мы обращаемся ко всем таллинцам с просьбой по возможности и в общественном транспорте, и в местах скопления людей в помещениях использовать маску. Профилактические меры, которые вводил Таллин, по мнению Департамента здоровья, были абсолютно адекватны и оправданны. Остается надеяться, что в новом году люди прислушаются к рекомендациям, советам и требованиям более тщательно, и в результате мы перелеснем страницу истории под названием «Ковид-19 раз и навсегда». Сергей Овченков, Вячеслав Скалецкий, Роман Васильев, Титкарк. Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова